Мария Карпинская 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 Так вот, я вам просто докажу, начиная про Бога Шивы, что вот его линган, которому все поклоняются, это его фалос. То есть, значит, на самом деле, что Бог Шива тоже пользовался членом, и что Иисус тоже пользовался членом, то, что ниже пояса. Это полная клевета, полная брехня, которую просто, я вот считаю, надо пресекать. И я просто сначала начну с Бога Шивы, а потом перейду к Христу. Значит, давайте так, историю из Пурана. Бог Богов Шива, там описано очень четко, уже когда появились трое Богов с богинями. Значит, Бог Богов Шива, Бог Богов Вишну и Бог Богов Брама, говорят Брахман. Брахмана, не путайте с Брамой. Брахман – это все та же энергия, кстати, этого лингама, Адишакти, вот этот поток огромнейший. Так вот, увидели Брама и Вишну, вот этот поток невероятный, который проходит сквозь все вселенные. Они сидели, правда, видели это все и спорили в это время между собой, это Испуран, о том, кто из них важнее и круче. Вот давайте так, характеристики Богов. Конечно, Шива здесь вообще никак не стоял рядом даже, вот с этими спорами, кто из них круче. Он всегда поступками и делами доказывал, как Иисус, что он круче. А это сидят, делать нечего, семечки щелкают, условно говоря, на заваленках там каждой своей локи, да, и спорят, кто же из них круче. И тогда вот из этого потока, который есть лингам, извините, выходит Шива и говорит, хотите проверить, кто из вас круче? Ну, конечно, хотим. Ну, давай так, Брама, ты полетишь там вниз, допустим, или вверх по потоку, а ты Вишну вниз. Кто найдет конец этого потока энергии, тот и круче. Для чего это Шива сделал, вы дальше узнаете. Вот чем велики эти Пураны, что там просто описываются вот эти действия, из которых видно ху из ху. Потому что все по делам, и даже боги по делам меряются, а не по словам каким-то. Ну, Вишну полетел, летел, летел, не долетел. А Брама проявил хитрость и впервые солгал. Мало того, там был какой-то цветок говорящий, я уже не знаю, он подкупил его или подговорил, чтобы цветок сказал, ну, как свидетель явился и сказал, что да, Брама нашел конец этого потока. Значит, он, смотрите, бог Брама лжет. В Инде это все считается тоже как бы замазывать, так, чтобы это не пахло, называется, говнецом где-то. Вот. И поэтому, хотя Браме нельзя поклоняться, это известное дело. Я просто сейчас рассказываю, вы должны все это уже как бы усвоить раз и навсегда и разнести еще, наверное, по свету. Вот. И понятно, что Брама солгал. Шива один Шива знал, что у этого потока нет конца и края. Почему он знал? Потому что он и был этим потоком. Он и был рожден из этого потока. Он и был этим лингамом. Но при чем тут фалос, вот этот член мужской? Это вообще разговор уже потом идет. И, значит, это самое. Естественно, он был облечен, и цветок был наказан, и Брама был наказан. Понимаете? Он был наказан. А потом еще он совершил одно действие, где проявил супер гордыню. И я вам это рассказывала, еще раз напомню, что боги тоже не святые, как говорят. Вот. И даже вот троица богов, троица, и то вон какие. А Брама вообще из них самый, я бы сказала, наказуемый товарищ. Его просто Шива постоянно подвергал наказанию. А вы же знаете, я вам говорила, как была образована. Земля уже была, но на ней не было никого еще, ни людей, ни растений, ни животных. И Брама, но были уже боги, и потомки, и полубоги уже были. То есть все было, много чего было. И Брама со своими потомками, детьми, он, значит, собрал их и говорит, а что это мы будем ждать этого Шива, который там медитирует, хочет сотворить вот это все лучше, такой мир. А давайте мы все сделаем сами, пока его нету. Ну и вот они сотворили человека с его умом, вот таким, которым сейчас человек бьется постоянно в этих противоречиях. И они сотворили, Брама сотворил животных определенным образом. Животные захотели кушать, и он сказал, ешьте друг друга. Вот вам, это не Библия пять тысяч лет назад, это гораздо, это может миллион лет назад, а может и несколько миллиард, а может миллиард. Я вам рассказываю историю самую-самую древнюю. Она написана, кто-то скажет, да, это все мне там, вчера я разговаривал с одним человеком, он толдычит какие-то вот непонятные вещи, не убей, так ты же сам убиваешь, ты же жрешь животных, блин. Что-то, о какой вообще заповедях ты говоришь? Какую истину? Они вот все толдычат истина, а спроси у них, что такое истина, никто ничего не знает. Иисус истина, многие говорят. Правильно. Так вот, и когда, как известно, явился Шива, он волосы рвал на своей голове и просто рыдал от того, что произошло, а Брама такой весь из себя крутой. Вот кто тут бронисты, кто шиваисты, кто вишнаисты. Вы начнете различать хотя бы людей по разным направлениям. Вот эти все с бородами, которые учат чему-то, это все бронисты, это все дакшане так называемые. Вот, и он еще так гордо, то что я прекрасный мир сотворил. Какой же прекрасный. Посмотри, здесь хруст челюстей жрут все друг друга, здесь все рыдают, здесь воюют, здесь слезы, там убивают, там смерть. Ты сотворил смертных людей? Ну да, я сотворил прекрасный мир. Это у людей ум такой дурной. На что Шива ему сказал, а кто сотворил ум? Ты же и ум сотворил. Что ты вообще, вот что ты вякаешь называется. Вот, и дальше Шива наказал его за гордыню. Он его заковал в этой локе. То есть, ну представьте, то есть, как бы в месте, где находился Брама, он его там заковал и не разрешал ему никуда ходить. И, как это сказать, только Бог Богу мог это сделать, да? И запретил ему поклоняться. Поклонение себе, он говорил о том, что мне, поклонение мне, вот когда он этот сделал энергию, то есть не ему, а энергии вот этой, из которой он вышел. То есть, на самом деле, Эдишакти, извините. Вот сделан был этот лингам, да? И там достаточная листика бельвы, никаких не надо таких особенных жертвоприношений. Но если что-то нужно большое осуществить, то нужно было совершать разные аскезы. И демоны, и боги, и люди совершали аскезы, и только тогда боги их слышали, кто кому там, да, аскезы и являлись, и исполняли их так называемое желание. Ну, дебы все хотели быть вечными. И тогда для них придумывали какие-то особенные такие исполнения, которые невозможно было исполнить. Вот это все мы знаем. Значит, получается так. Теперь мы переходим к самой главной теме. Значит, лингам это не фаллос. Но многие говорят, вот там же внизу йоня, а что же она там, кто квадратная, что вот это самое место квадратным бывает? Нет. Значит, это что-то другое. Можно, конечно, сказать, что если представить, что энергия Вселенной, энергия творения, воплощения, находится таком большим столбом, мощным проходит сквозь все галактики, миры, и нет у нее ни конца, ни края, то она заключена в некой лоно Вселенной. Это лоно не женщины, не ее там, извиняюсь, чего-то, а лоно Вселенной. Это совсем другие масштабы. И чтобы доказательство того, что Шива на самом деле не признавал любовь земную, и вот эти все, как это сказать, дела, развлечения, я приведу вам пример, что когда Шива сидел в медитации, и уже было второе воплощение после Сати Парвати воплотилось, и к нему пришла, а он сидит в медитации, он ее не видит, не слышит, бог любви земной, Кама у них называется, у индусов Кама, решил пустить стрелу, чтобы возбудить в Шиве вот эту плотскую любовь к Парвати, потому что она же земное воплощение было женщины. И когда это коснулось только, то есть представьте себе, только Шива это почувствовал, что в нем это что-то такое, кто-то в него запустил, он развернулся, увидел бога Каму и сжег его, просто уничтожил. Там жена рыдала, потом он его, правда, восстановил, потому что людям-то надо, все равно это вот земное, вот для размножения. Но в принципе он уничтожил, и это говорит о том, что никаких сексуальных отношений между супругой бога Шивой и самим Шивой не было никогда. И как известно, его первый сын Картикея, или бог войны, который сражался с демонами, он как раз возник в результате того, что Парвати и Шива заперлись в пещере, они сидели медитировали, и из каждой, по-моему, изо рта, сейчас не помню, ну да, вышли вот эти энергетические шары, энергии слились, и появился Картикея. А вообще по слову, по мысли, по энергии рождались дети богов. Я уж не знаю, как там у Брамы, честно говоря, потому что что-то я как-то, ну я не хотела просто, наверное, изучать его более подробно, потому что он вот такой вот, да, с кучей всяких пороков. Значит, а вторая, второй вообще сын Ганеша, представьте, что Шива был где-то там далеко, а она его создала сама из своего там пота, ну то есть, представляете, то есть это как-то из своего какого-то натруженности, из каких-то своих размышлений. Появился Ганеша, который, конечно, был маменькин сыночек, и невозможно, когда явился Шива, он с ним хамил, он обращался с ним ужасно, он не хотел пускать его к Парвате, в пещеру. И Шиве пришлось снести ему голову, просто вот, собственно, оторвать голову, как говорят, я тебе голову оторву, не зря же говорят, я тебе голову оторву дурную. И он оторвал голову Ганеши, но был уже слон, про которого Шива знал, и он взял голову этого мудрого слона, который жаждал уже уйти, и хотел где-то какого-то другого продолжения, и поставил на голову своего сына. И сын стал добрым, мудрым, и так знает. И все, что мы знаем про Ганешу, да, если кто изучал индийскую философию, и индийские Пураны. Пураны – это то же, что Библия, или то же, что Тора – описание историй жизни богов. И теперь представьте, а третью свою дочку она просто слепила из глины, ну вот как там про Адама и Еву пишут, но и он говорил, что никакого Адама не было, был Адхам. И это вы представьте, как маленькая область Геленджит, вот маленькая там кусочка, а ее размазали по всей тарелке тоже и сделали для истории, для всего человечества. Не смешите мою маму, как говорят, да. Вот слепила и по деревам желания оживила, и появилась у нее живая дочка. Вот дети бога Шивы и Парвати, то есть первые пары богов. Все боги с парами. Почему и у этого самого Вишну тоже супруга богатства, Лакшми, Вишну – бог, который держит равновесие между добром и злом. Лакшми – богиня богатства. И все равно в какой-то, только у Шивы, вот идеальные отношения, он никогда не изменял, он вообще был удивлен. Вот он показал пример того, какой должна быть на самом деле настоящая семья. Настоящая семья – это Шива и Парвати, да. Но Шива без Шакти, труп, то есть без ее энергии, вот без этого столба нет и Шивы. Поэтому это первая пара. Вторая пара, там все равно в какой-то момент, я сейчас не помню, но Вишну загнал Лакшми, обидел ее, и она ушла на дно океана. И все вот это пахтание ума и доставание сокровищ со дна океана, на самом деле Вишну затеял для того, чтобы достать со дна океана свою супругу Лакшми, которую он обидел. То есть, а тоже вот неправильно повел себя, да, она обиделась страшно. А яд, который образовался в результате пахтания ума, хлебал Шива. Он один мог это проглотить, никто не мог, остальные бы просто все погибли. Ну и вот сразу как бы, вы же чувствуете преимущество, да? Один оскорбил жену, утопил, ну хотя бы ради жены устроил вот это вот, все это пахтание, а пить яд пришлось, дерьмо хлебать пришлось Шиве, потому что никто из них не мог. Так кто такой Шива, кто такой Вишну? Мы делаем выводы, просто мы выводим. Вот перед нами стоят боги, как люди. И теперь Брама. Брама, который наплодил своих потомков, которые вот Дакшане, и которые устроили на земле вот эту вот систему пирамидальную, ты начальник, я дурак, рабство и так далее. Сам Брама совершил кучу всяких проступков нехороших и был прикован. И ему поклоняться нельзя. Мало того, он находясь в этой своей луке, условно говоря, в доме большом, да, в хате там, во дворце, он настолько сильно, жена у него Сарасвати, это богиня знаний, он настолько сильно ее оскорбил, что она покинула его навсегда. И ушла под землю, и стала вот этими подземными реками и родниками, которыми мы сегодня все пользуемся. Вот такая история. И поэтому он остался один. А потом, когда он уже через своих каких-то товарищей пробрался, вот и создал иудейское государство, так скажем, иудею, и сказал им, вы избранные люди, я ваш Господь, только имя мое не произносите и так далее, конечно, он там все время говорит, что он один, един, то есть у него супруги нету как таковой. Ну, вы просто вот догадываетесь. Давайте уже просто, как это сказать, просыпайтесь, уже смотрите на весь мир не так, что вам там внушают что-то такое, а вот по-прямому так смотрите, и все, и все сразу поймете. Потом он назвался Яхве, потом Якова, ну, это уже я вам говорила, но повторяюсь. Повторяюсь я зачем? Для того, чтобы обратиться к тем людям, кто порочат Шиву, Христа, что они за это будут гореть в аду. Вот пусть так и знают. Пусть будут гореть в аду. Они будут прокляты. А теперь дальше, идем дальше. Я не знаю, какие там блогеры или что, и так мы приступаем к Шиве. Давайте посмотрим на историю, ой, то есть к Христу. Давайте посмотрим на историю Иисуса, родившегося от Марии на церете, на зарете так называемого, непорочным зачатием. Вот давайте посмотрим историю Марии. Каким образом там Мария, 16-летняя, попадает в монастырь к Иосифу? Римская, кругом, да, римляне, они в плен гонят разных красивых девушек, неизвестно откуда. Ну, давайте представим себе, что она спасалась, скорее всего, что она там оказалась, 16-летняя в монастыре. Значит, она от кого-то пряталась. Иосиф ее спрятал. Значит, она бежала. От кого она могла бежать? Это логика. Только от римлян. Потому что они везде, они же по всему миру властвовали, Римская империя, о, было. Где чего это? Забирали женщин в плен, там продавали их, еще что-то. И я думаю, что кто, Иосиф, видимо, ну, как это сказать, она бежала, он ее спас. И в монастыре закрыл там, и римляне не могли ее доставить. Дальше к ней там, как пишется, является архангел Гавриил. Вообще-то Иисус светловолосый, хотя евреи все темные, тоже делайте какие-то странные выводы. Вот, да? Ну, кто такой Гавриил? Вот представьте на долю секунду, что мог явиться действительно, она о ком-то думала. Ну, представим, что она из какой-то другой, например, страны, к римляне где-то ее хватанули. Скорее всего, вот, если за ней волхвы приходили, делайте выводы к ней волхвы, что, кто она такая. И представьте, что ее навестил какой-то, ну, представьте, что, допустим, я, например, я, ну, или вы там, попадаете вот с 16-летней девочкой в плен к римляне. Вам удается бежать на территорию Удеи, да, вы оказались каким-то образом или где-то там. И вас прячут в монастыре. Потом вас находит какой-то ваш, ну, так скажем, человек вашего рода. Допустим, если вы были из России, например, из Руси, то вас из Руси или там из какой-то другой страны вас находит. И в монастыре с вами встречается, там ведет какие-то разговоры. После этого Мария, я не хочу ничего сказать, там плохого, да, по слову можно забеременеть. После этого разговора с Архангелом Гавриилом она могла забеременеть. Почему и нет? Потому что слово было у Бога и слово было Бог. И вот появляется беременная, ее покрывает Иосиф, потому что она ему рассказывает все. И этот самый Гавриил встречается с Иосифом и ему говорит, то есть он не просто там какая-то воздушная, а реальный такой физической плоти человек, который говорит ему так и так. Вот, девушка, вот так. Ты, Иосиф, вот сделай вот так. Иосиф, порядочный человек, он так и делает, женится на Марии. Рождается Иисус. А теперь давайте вот так без всякого. Вот скажите мне, пожалуйста, может ли, ну просто обычная звезда на небе везти волхвов к тому месту, где находится Иисус? Ну может такое быть? Нет. Значит, либо это, знаете, по-нашему дрон какой-то, да, или что-то такое летело. Ну, мы-то можем представить, только в форме механизмов каких-то там, каких-то маленьких, да, сейчас есть дроны, которые летают без человека просто автоматически, разыскивая там что-то. Или что-то такое, как это, что-то такое, может это духовное что-то, которое просто привело волхвов именно к тому, к тому месту, где родился Иисус. И они Марии говорят, вот Иисус родился, они ей дают смирно, представьте, смирно, это очень дорого все, золото. И что они говорят? Вот если они женщине, вот приходят ко мне, я родила кого-то, приходят трое волхвов, и говорят, вот, знаешь, у тебя сын Мессия, она ничего не понимает. вот, вот мы тебе даем золото, смирно, живи на это, кормись, чтобы тебе, ну, ни в чем не нуждалось, да, они ей это дают. Но при этом же они что-то еще, наверное, говорят. Ну, и мы уже сейчас знаем, что в 12 лет эти самые волхвы пришли и взяли Иисуса, и по великой вот этой дороге, да, по которой верблюда ходили, там, его повели в Индию. Ну, мы знаем, что в Индии там были те люди, которые ушли после Курудшетры и были ариями или ведрусами, русами, как угодно назовите. Волхвы. Потому что волхвы когда-то были на Руси, да, потом они могли бежать туда. И вот они берут Иисуса и в 12 лет забирают его. Вы думаете, мать отдала бы там ребенка, если бы они не договорились при рождении. Они заплатили ей за это, извините. И она отдает его. И он вместе с ними отправляется в великое путешествие по большому караванному пути. И он попадает в Индию. В 94 году я так была помешана на историю Иисуса и так его полюбила, и так эту личность мне так была близка, что я решила пройтись, узнав, что он был в Индии, я решила пройтись по его следам. И от самого юга по следам Иса, и в Бутане была, и в Непале, где родился Будда. Я шла по храмам, а там, извините, письменность, это тут обманывали, что ее не было. Письменность была и миллион лет назад, и когда угодно. И там я в храмах спрашивала, скажите, а здесь был Иса? Да, был. Да, был. Там, был. Там, везде. И сначала он сам учился. У кого он мог учиться? У Брамы? Нет. У Вишну, которая на дудочке играет, и там, как бы, ага-га, вот такой. Нет. Он учился у Шивы. Значит, его отцом, кто был? Бог Шива. Дальше. Он проходит весь этот путь, обучается. Мне говорили в Индии, в некоторых храмах, что здесь Иса, да, здесь вот в Кашмире, там даже могила есть, Исы. Здесь Иса, как это, ну, учил, здесь он проповеди свои вел, то есть он проповедовал. И в Бутане он был, а потом и Мария уже была в Бутане, его мама, да. И дальше, получив это обучение, получив все виды посвящений, став, собственно, йогом-волшебником, он возвращается назад на свою родину, в Иудею. Его, видимо, как-то переправляют, я думаю, отправляют, и он туда отправляется. Естественно, один, без всякой платформы, он первым делом едет в Нацерет, на Зарет, а там мать его не признает, и вы же помните, да, там, что он читает проповеди, я называю лекции, проповеди в других домах, а в доме матери нет, она его не признает. И когда уже она приходит со своими детьми, с его братьями и сестрами, и ему сообщают, когда он читает свою проповедь, ему говорят, там тебя ждет твоя мать, и вот братья и сестры, они хотят тебя забрать. Ну вот, смотрите, если мать, допустим, считает человека повернутым, да, и там он где-то читает, она думает, о, она говорит своим детям, дети, дорогие мои, наш товарищ вернулся вот из другой страны несколько с прибабахом, давайте его заберем. И они приходят, чтобы его забрать. А он говорит, кто мать моя, кто братья и сестры, не знаю таковых. Мои братья и сестры, и моя мать, те, кто меня слушают, так же есть, это даже в канонических евангелиях, но не в канонических евангелиях. Он говорит о том, что ваш бог, человекоубийца, дьявол, а мой бог, бог любви. О ком он говорит, о каком боге он говорит? Не каждый читал не канонические евангелия, но не важно. Вот я вам говорю это. Так, и дальше, не получил в Назарете никаких, так сказать, чудес не совершил, и никакого отклика, потому что там была сильная, понимаете, если мать, в общем-то, с детьми, деревня маленькая, то, я думаю, там как-то вот было ему сложно. И дальше он отправляется и встречается, как известно, ну, я не буду его путь описывать, с той, которая его признала, это Мария Магдалена. Она была богатая, она изучила левитов, все учения, какие можно, она была очень развитая, она дружила с царицей иудейской Иродиадой, она дружила с этой женой Понтия Пилата, якшалась в разных кругах, простите, была такая продвинутая женщина, и у нее было огромное поместье в Магдале, я там бывала, в этом поместье, это на берегу Генесаретского озера. Туда-то и пребывает Иисус. И откуда появляются эти рыбаки? Ну, вы же понимаете, что в то время не было свободных рыбаков, все были рабами кого-то, условно говоря. Вот, и откуда вдруг рабы стали свободными рядом с Иисусом, догадайтесь, большого ума не надо. Естественно, что Мария Магдалена сказала своим вот этим, ну, рабам назовем, что вы свободны, и вы теперь становитесь, вот слушаете Иисуса и с ним находитесь. Вот так появились апостолы, которые потом ее же и выкинули, но это уже потом, это как обычно все. Можно представить, что такое рыбаки, какие-то неразвитые существа. Вот тут Лариса Арсеньева, такая у нас гениальная какая-то женщина, можно подумать, что она там тоже с привабахом, но она на самом деле очень продвинутая, у нее просто знаний, ну, вот море, да, океан. И вот она в одном месте написала, и я просто была потрясена, действительно, насколько все просто. Она написала, как вы думаете, почему ангелы явились к пастухам, чтобы сказать о том, что Мессия родился? Почему они не пришли во храм, где верующие ждут этого Мессию с утра до ночи, молятся, призывают его? Ответ простой. В храме надо платить бабло, как и сейчас, чтобы зайти в храм, там нужно было деньги платить. Как гениальный ответ, да? Поэтому они не могли туда пройти. Они же ангелы, это было бы кощунство, еще бы ангелам доплатить деньги. Поэтому они явились к пастухам. Ну и теперь возвращаемся. Вот Мария Магдалина, основной вопрос, который, были ли дети у Марии Магдалины и Иисуса Христа? То есть, на самом деле вопрос такой, вступала ли Мария Магдалина с Иисусом Христом в сексуальные отношения? И все утверждают, да, это было, свадьба была, потому что нужно было там жениться, они могли разыграть это все, что угодно. А насчет детей, я утверждаю, что нет, так же, как у Шивы. Не могло быть у Иисуса и Марии Магдалины никаких сексуальных отношений. Да, Он целовал ее в губы, но, как известно, передача энергии через губы, вот здесь находятся точки передачи, это как бы считается высшей формой родства, когда люди целуют друг друга в губы. Но чтобы Иисус Христос, который прошел путь йога, стал йогом, вступал в сексуальные отношения с женщиной, это было бы дико. Вы знаете, вот почему Шива все время его рисует? Он сидит, и в Индии йоги такие настоящие, они сидят на тигровых шкурах. Что значит тигровая шкура? Вот Иисус, пришедший из Индии, ему бы сесть на тигровую шкуру. Что символизирует тигровая шкура? Победа всех страстей, отречение от всего земного, от любых сексуальных и прочих отношений, какие бы они ни были. Ни один йог не может вступать в отношения с женщиной, чтобы от него рожались дети. Это дикость в Индии. Этот человек напитался энергией Индии, поэтому у него не могло быть детей. Он не мог вступать в отношения, как только мужчина вступает в отношения физиологические с женщиной. Он моментально с уровня вот этого йогического йога, который способен совершать чудеса, как Иисус, воду превращать в вино и все такое, он моментально спускается на другой совершенно уровень. Уровень, ну, как бы назвать, нижнего астрала или чего-то. Невозможно. Вот и вопрос встает, почему так? Это вопрос длительного, очень большого размышления. Но я вот не знаю, но я хочу свои передачи перед Богом, перед людьми, перед всеми. Вот просто прокричать, перестаньте, перестаньте натягивать вот это все на себя. Перестаньте порочить Иисуса Христа, Сына, да, Бога, Сына Человеческого, с одной стороны, а с другой стороны, получившего посвящение и ставшего в Индии йогом, Сына Бога, Сына Бога Шивы. Сейчас это прозвучит, может, для кого-то дико, а какого еще? Отца. Вот он, Бог Богов, и он получил от него это посвящение. Поэтому так связано, смотрите, Индия, связано с Россией, связано, не зря же с Иудеей там родился он, да, чтобы он же говорил, что я не пришел спасать кого-то другого, я спасаю падших овец дома сего. То есть он спасал и израильских детей, ну, в смысле, людей, потому что они были падшими. Он их спасал, потому что все было под давлением Рима. А что произошло дальше? А дальше произошла ужасающая вещь. Когда его распяли, вот эта вся трагедия случилась, кто-то говорит, его не распяли, ну, как обычно, вот это вранье меня просто убивает. И хватит уже вот так порочить и врать. Все было так, как оно было. И когда все это произошло, неважно, как и как это воскрешение, и куда он отправился после этого, можно догадаться, почему Индия считает, что там вот его могила, это тоже спорный вопрос, который надо туда допускать людей, пока не допускают в это, могила замурована. И дальше что происходит? Рим, который в то время был падшим, терпел страшный кризис, разврат, люди все разъединены, человеческое ядро Рима разрушено, то есть люди отчуждены, они ненавидят друг друга все, работает вот эта охранка там, следят за всем. Ну, раз они следили, они следили за всеми учениками Иисуса Христа, изымали все его работы, все, что он писал. Кто-то эти работы, вот как Павел, да, Савву, очень внимательно изучал. Ну, давайте дальше просто логически посмотрим, как это могло быть. То есть Павла, то бишь Савву, который вешал христиан до этого, направляет Рим с миссией огромной в общину Иисуса Христа, которую возглавляет Мария Магдалена. И он отправляется по дороге, ну, представьте, что как легко собрать, сказать, что ой, я взял и ослеп. С чего это он ослеп? А потом раз явился Иисус, и он прозрел. Ну, на самом деле начитанный, уже много прочитавшийся, вот он является. И дальше он завладевает общиной, вот этой, забирает власть в ней, все как всегда. И вводит десятину. Во-первых, и деньги потекли, потому что были богатых много людей в Иудее. Деньги потекли в Рим. И Рим берет эту идею, восстанавливает и делает эту религию христианскую, которая становится очень популярной, известной, распространяется по всему миру, и мечом, и так, и сяк, и разы так. Вот тебе, пожалуйста, вся история, настоящая история. Без всяких порочностей, она реальна, без выдумок, без всякого фанатизма. Честная история об Иисусе Христе. Честная, непорочная, непорочная история о Шиве, о Христе, об Иисусе, и как его уже потом Христом назвали, да? И поэтому не было никогда детей, и не могло быть, и никто не стал ни королем, ни королевой. Это глупости беспросветные. Если вам эта история легла на сердце, если вы понимаете, что вот чувствуете, надо почувствовать, что так было, а не как-то по-другому. Не надо придумывать какие-то феньки там, и вот каким-то там верить непонятным вещам. Все логично. В этом мире у Бога все и логично, и есть, конечно, чудеса, о которых я в будущем поговорю. Но вот вам, пожалуйста, я выложила вам всю историю Иисуса и Бога Шивы, которых пытаются все время опорочить. Во времена, когда Шива еще был на земле, и был женат на Парвати, и его видели, и была цивилизация, да? И вот эти Дакшани, они же тоже его пытались опорочить, называли нищебродом. Все нищие люди, которых обидели, оскорбили, вот эти Дакшани, забравшие себе все богатства. Правда, что это знакомое? И которые еще и проповедовали, сами воровали, еще и проповедовали там людям чего-то. Они все шли и убегали к Шиве. Шива велик. Иисус Христос, Сын Божий велик. И вы можете понять, что для той страны, отсталой, которой была Иудея, конечно, он был невероятным. Для каких-то единиц он был глотком воздуха. Но апостолы-то не очень его понимали, поэтому все они его и предали. Это естественно. А как иначе? У него не было своей платформы, на которой он мог бы закрепиться, силы какой-то не было. Поэтому ему пришлось пройти такой вот тяжелейший путь. Но вы же понимаете, что Сын и Отец это где-то единое. Это целое одно. И от этого никуда не денешься. Это существует, это есть. И если мы... Вот она истина, да? Если вы хотите историческая истина, она вся сохранена, слава Богу, в индийских пуранах. Но есть еще много же мудрецов, которые переписывали, тоже писали, как им удобно, на себя натягивали в это все. Понимаете? Это можно, конечно, там попереписывать тысячу раз, написать, что это Шива там, что Лингам это фалос, что Иисус Христос, извините, вступал в сексуальные отношения с Марией Магдаленой. Можно это все сделать, но это нечестно. И я еще раз говорю, что те, кто этим занимаются, те, кто вот это вот гонят, это все, и пытаются приписать свои вот эти поручные какие-то вещи этим божественным богам, они будут наказаны. Потому что нельзя это делать. Нельзя. Все. Спасибо. С вами была Мария Карпинская. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова